Орск. Середина апреля 2024 года. С момента прорыва насыпной дамбы прошло почти две недели. Вода начала понемногу освобождать город. Там, где несколько дней назад пробирались только в плавь, уже можно проехать на легковой машине. Восточные столицы вновь губернатор оценивает удар водной стихии, разговаривает с обеспокоенными людьми. Будем стараться вместе работать. Поэтому все документы в работе. Спасибо. Арчане окружают Дениса Паслера везде, где он появляется. Люди делятся своими волнениями. Часто в таких встречах повторяется один и тот же вопрос. Могут ли рассчитывать на помощь те, у кого есть доля в другом жилье? Очень много людей, которые имеют помимо утраченного жилья, в аварийном состоянии затопленного, у них есть доли, у кого есть квартиры, которые детям покупали. Получается, человек всю жизнь вкладывал все свои силы, здоровье для того, чтобы детям купить жилье, а вот в этом домике жить. А получается, на этот домик ему не дадут ни денег, ни, если он вообще разрушился, не дадут денег, и сертификат, по примеру, тренирую, сертификат на приобретение чего-то. Просто как помочь этим людям? Потому что я тоже в этой ситуации оказался. Ситуация наличия второго жилья, соответственно, по правильному скажу, по постановлению не предусмотрена. Пока решения по этой истории нет. Во-первых, я пересмотреть его не могу, потому что это документ не региональный уровень, а федеральный. Второе, пока нет. Но давайте закроем, соответственно, вопрос людей, у кого вообще нет никакого жилья. Тогда Денис Паслер говорил честно, действовать в обход федерального закона область не может, но давал понять, что позицию людей, ведь в такой ситуации, когда отказывали в выплатах, из-за доли в другом жилье оказались чуть ли не половина пострадавших арчан, он донесет до федерального центра. Неоднократно об этом губернатор говорит на различных встречах и совещаниях. То есть давливают собственность, имение 18 квадратных метров, чтобы тоже в соответствии с решением президента эти решения были приняты в максимально коротком сроке, насколько это возможно. Уверен, при вашем содействии и контроле это можно решить. Долгожданную новость о том, что в России правительство расширило правила выплат на жилье в случае чест, Денис Паслер сообщает в своем телеграм-канале. Если посмотреть на время публикации, а это почти 23.00, важные события сложно переоценить. Эту новость СМИ подхватывают сразу же. На следующий день на заседании правительства области губернатор еще раз подчеркивает коллегам, ситуация в масштабах страны беспрецедентная. Еще раз повторяю, что это не было раньше на этой стране никогда. Это впервые как для страны, так и для Оренбургской области. Теперь на выплаты от государства смогут претендовать и те россияне, которые имеют долю в общей собственности на другое пригодное для проживания живое помещение. Но при условии, что такая доля составляет менее 18 квадратных метров на каждого члена семьи. Что теперь делать оренбургцам, которым было отказано из-за доли в выплатах ранее? Заместитель министра строительства Марина Ильина рассказала нашей коллеге Анастасии Шахмут в программе «Тема дня». Как будет действовать тогда механизм? Людям нужно будет подать какое-то новое заявление или то, что уже не получали отказа, все базы данные есть. У нас предусмотрено сейчас, что заявление подает только собственник и членов его семьи мы не видим. Мы не понимаем доли в ином жилом помещении на каждого члена семьи больше 18 квадратных метров или меньше 18 квадратных метров. Поэтому для таких граждан мы откроем возможность повторной подачи заявлений. Кроме этого, правительство увеличило размер компенсации на капремонт поврежденного жилья с 7 тысяч рублей до 9 тысяч рублей за один квадратный метр. Размер выплат рассчитывается исходя из нормы общей площади жилья на человека или семью, но не более общей площади утраченной недвижимости и средней рыночной стоимости квадрата, которую определяет Минстрой. Но не только о нововведениях, в масштабах всей страны шел разговор на заседании правительства области. Орск продолжает восстанавливаться после паводка. Однако темп работы по некоторым вопросам губернатора не устраивает. Парк Шевченко и парк строителей. Чего, кстати, с экспертизой? Ждем экспертизы. Экспертизы до сих пор нет. Почему? Крайне коллеги отрабатывают замечания. А че? Почему Артем Олегович? В чем проблема? Мы заключили договор-то уже два месяца или три месяца назад. Чего тянете-то? Это можно было сделать неделю назад или две недели назад. Да и было, Александр Валерьевич, неделю назад у вас. Претензии у Дениса Паслера и к администрации Оренбурга. 60 миллионов рублей деньги выделила область в рамках отдельной региональной программы по переселению из ветхого аварийного жилья. Однако работы, судя по всему, в мэрии областного центра в этом году не занимались вообще. На 1 августа нет ни одного контракта. Министр строительства Александр Полухин просит забрать эти деньги у Оренбурга и отдать Орску. Выясним сейчас, почему произошла нулевая консультация и в вашем месте. А зачем мне это надо докладывать? Уж сентябрь месяц. Вы уже людям, соответственно, которые могли бы заехать в новое жилье, на которое мы приняли отдельную областную программу только по городу Оренбургу. Выводы по городу Оренбургу с каждым днем все напрашиваются и напрашиваются. Все больше и больше с каждым днем. А кто вас за это отвечает вообще за эту программу? А где она? Не могу сказать. В смысле, вы не знаете, где ваши подчиненные? На курсовете. Скажите, Игорь Николаевич, вопрос. Какие-то депутаты зададут, почему они расселяют исторический центр в Орвово? Прямо сейчас. Ну пусть отвечает администрация перед ними. На заседании находятся главы четырех муниципалитетов. Рассматривается вопрос по предоставлению жилья детям-сиротам. Год назад критическая ситуация складывала Зигаи. Там не было подходящего жилья на вторичном рынке. Решили строить с нуля. Но вот губернатор сомневается, что многоэтажку сдадут до конца года. Глава Гайского городского округа Олег Попунин ручается за подрядчика. Теперь главное не подвести. Ведь на кону должность самого главы. До конца этого года построены 24 квартиры. Почему вы решили, что вы успеете построить? В сентябре так вы заключитесь. Вы не учитываете, соответственно, что дожди могут идти бесконечно. Вот Творск неделя уже стояла. Я не понимаю, как вы закончите с учетом отделки до конца этого года. Закончили 24 решения. Кто гарант? Вы гарант. То есть если вы до конца года не заканчиваете, то вы 1 января уходите. Я правильно понимаю? Да. Хорошо. Устраиваю. Также губернатор обратился ко всем главам муниципалитета в преддверии нового учебного года, обратив внимание на состояние пешеходных переходов, особенно вблизи школ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok